или такую структуру данных, как связанные списки, ликвид листов. У кого на экзамене будет структура данных с пальцем, тех, значит, будем, над теми будем нещадно издеваться. Он, эта структура данных называется ликвид листов. Собственно, связанные списки бывают... Так. Собственно, связанные списки бывают два основных вида. Это, собственно, односвязные списки и двусвязные списки. Чем они отличаются? Односвязные списки у каждого элемента есть ссылка на следующий элемент, у двухсвязного списка у каждого элемента есть еще ссылка на предыдущий элемент. Ну, это, наверное, все якупы. Давайте вспомним, как долго выполняются операции над этим самым списком. Какие у нас есть операции? Собственно, это добавление элементов в список. Список тем удобен, что он может расширяться практически бесконечно. Это, собственно, вставка может быть выполнена в начало списка, в середину списка, в конец списка. Кроме того, можно также, как и в обычном массиве, получить доступ к элементу по обозначению. Молчание, тета от единицы, тета от единицы. Все понимают? Мне надо кому-то пояснить. Молчание – знак несогласия. Так что, никто не понимает? Можно свет преглушить, чтобы поякче? По-моему, тут выключается весь свет прямо из модерна. Но, в принципе, верно, что... Функция n квадрат принадлежит O от n. Это обозначение лет. Но n квадрат не принадлежит тета от n. Тета от n говорит, что порядок возрастания функции, свойств возрастания, в точности соответствует указанной величине. Ну, с точностью до константы. То есть это более сильное утверждение, чем O от n. Дальше. Давайте погрузимся еще глубже в работу компьютера. Когда вы выбираете компьютер, одним из ключевых параметров, на которые вы смотрите, является вот этот самый RAM. Что же такое RAM? Это Random Access Memory – память произвольного доступа. Это способ организации памяти в компьютере. Память в компьютере организована в виде некоторых ячейки. У каждой ячейки есть адрес. И утверждается, что за под единицы мы можем перейти по конкретному адресу. Это, в принципе, довольно удобно. И позволяет работать программой, под программой не годами, не часами, а, в общем-то, довольно быстро. Кроме того, с адресами можно выполнять разные интересные действия, о которых вам расскажут в следующем году. Ну, то есть, например, адреса можно, в принципе, складывать, адреса можно, как и добрый замуж, прибавлять к ним какие-то числа, и из этого что-то хорошее получится. Давайте поговорим о такой структуре данных, как массив. Это тот самый массив, который в питоне вы никогда не встретите, потому что в питоне их нету, ну, кроме как если импортировать специальные особо хитрые модули. Что же такое массив, array? Тот самый, который есть в языках C, C, C+, это некоторое количество последовательных ячеек памяти. У каждого массива есть, собственно, указатель на начало этого массива, и к произвольному элементу массива можно обратиться за время, равное u от единицы, просто потому что мы знаем адрес этого самого элемента памяти. Так как массив представляет из себя сплошную структуру данных, мы можем просто прибавить к адресу некоторое смещение, и получим третий элемент массива. Именно поэтому, именно из-за адресной арифметики, ну, в большинстве своем, нумерация в массивах списках начинается с нуля, с единицы. Именно потому что ячейка, лежащая со сдвигом, начало массива плюс ноль, является первой ячейкой этого самого массива. Ну, в принципе, на картинке это видно. Собственно, как я уже сказал, скорость доступа к элементу по индексу составляет в таком массиве от единицы. Ну, для того, чтобы найти, обнаружить принадлежит ли некоторый элемент этого самого массива, придется все-таки пробежать целиком по этому массиву, что занимает о, от, э, ну, тета, от, э. Давайте снова вернемся к связным спискам. И просмотрим, как же связные списки хранятся в памяти компьютера. И почему они такие расширяемые массивы? Его же нельзя расширить. Если мы попытаемся расширить массив, то мы можем согнутся с тем, что вот здесь вот за границами лежат какие-то данные, и поэтому массив уже расширить просто нельзя. А список можно. Почему? Потому что узлы списка хранятся в произвольном порядке. И доступ к следующему элементу определяется по значению сдвига в текущем элементе. В принципе, это довольно удобно. Но накладывает эффекты из-за ограничений. Собственно, добавление и удаление элементов в список выполняется также за о от единицы. Мы просто создаем новый нон, и его добавляют в начало или в конец в зависимости от того, как мы хотели. Поиск элемента осуществляется за те же о от n. Нам все еще нужно пробежать весь список, чтобы найти некоторые конкретные элементы. И доступ по индексу в случае списка также выполняется за о от n. То есть нам, по сути, нужно пробежать по списку n раз. Мы не можем сразу, посмотрев начало списка, сказать, где будет лежать некоторый тип элемент этого списка. Давайте сформулируем такую важную проблему. Представьте, что вы пишете какой-нибудь высоконагруженный сервис с пользователями, с логинами, с паролями, с огромной базой данных. Сейчас модно говорить темным бигдатам. Давайте я скажу темным бигдатам. И по этой вот всей бигдате надо каким-то образом ориентироваться и искать информацию. Что мы от этой структуры данных хотели бы? Мы хотели бы, чтобы добавление элемента в нее происходило за о от единицы, чтобы удаление происходило тоже за о от единицы, и чтобы, и самое важное, чтобы мы могли найти, есть ли значение, есть ли некоторое значение в этой таблице за о от единицы. Проблема всем ясна? Всем понятно, что мы хотим решать? Ну вот, сейчас, например, создание баз данных логинок паролей. Ну, например, рассмотрим какую-нибудь социальную сеть, какую-нибудь, ну, допустим, ВКонтакте, в которой миллионы пользователей. И когда пользователь авторизуется, нужно проверить, есть ли его логин паролей в базе данных. Поиск в базе данных из миллионов значений, если мы будем просто пробегать целиком по базе данных, займет какое-то огромное время. А нам нужен доступ в реальном времени. Нам нужно, чтобы пользователь привел данные, мы ему сразу ответили, пользователь авторизовался или не авторизовался. При этом нам не требуется искать данные по индексу. Нам не требуется, нам не обязательно важен порядок. того, как эти пользователи в системе создавались. Но зачем? Кроме того, для логинок паролей достаточно важно хранить данные безопасно. Ну, то есть, если наша база данных попадут не в те руки, то чтобы все ваши пароли вдруг не стали стоим в общественности. Вы же этого не хотите? Сложная задача. Знаете, как решать? Опять же, обчастие предстоящее число. А с числами работать всегда гораздо приятнее. Опять же, ключевой параметр это скорость поиска. Кроме того, повторяющихся номеров у нас гарантированно не будет. Но это уже как-то очередно. Кроме того, среди всего множества возможных номеров реально задействовано ну, не так уж и много. Много есть служебных номеров, много есть номеров, которые просто там никто не занимает. Есть номера с ходами, которых никого нет. Ну, понятно. Но каждую минуту кто-нибудь обязательно покупает себе сим-карту, например, и ему заводится новый телефонный номер. Собственно, как же будем решать эту проблему? Ну, есть какие-нибудь идеи? Идеи? Нет идей. Ну, давайте создадим список. Вот, возьмем все телефонные номера, которые у нас есть, поместим в некоторый список. Туда же запишем фамилии людей, в которых эти самые телефоны нумератные лежат. Вроде все хорошо и приятно. Но есть одна проблема. Список он медленный. Операции в списке выполняются за О от Н. И найти опять же в трех миллионных телефонных номеров какой-то определенный будет довольно трудоемкая задача. Собственно, проблема списка это очень долгий полос. Есть другой способ решения. Не зря же мы вначале поговорили о массивах, у которых скорость доступа какая? вот единицы. Так вот, давайте зададим огромный массив всех телефонных номеров, которые вообще возможны. Ну, как он будет выглядеть? Вот так. Собственно, все телефоны номера, которые возможны. Десятизначное число и его соответствует какое-то значение. Что мы тут видим? Очень много незаполненных полей. А теперь представьте сколько оперативной памяти будет занимать хранение такого огромного массива. Это какие же сервера нужны, чтобы хранить весь телефонный справочник. Ну, хотя бы в рамках одной стороны. Собственно, проблемы массивов это, что они занимают очень много места и при этом данные в них хранятся очень и очень разреженно. То есть далеко не каждое поле хранится какое-то значение. Но на самом деле есть решение. Давайте рассмотрим такую концепцию, как хэш-таблица. Ну, вроде бы все должны были хоть чуть-чуть про них слышать. Кто не слышал, может поднять руки про хэш-таблицы. хэш-таблица. Семинар вроде бы это хэш-таблица. Что такое хэш-таблица? Давайте мы заметим некоторый массив фиксированной длины. Не очень большой. Тот, в который вылезут наши телефонные номера, мы вот создадим. и давайте мы будем записывать наш элемент в ячейку массива доступа к массиву по ячейкам. Мы будем записывать наш элемент, наш телефон, который мы хотим записать в ячейку, номер который определяется какой-то функцией. Мы определим функцию, которую назовем хэш-таблица, которая будет по номеру телефона определять какую ячейку его класть. Собственно, такой массив небольшой. Он занимает довольно мало места. В массиве поиск происходит за у от единицы. Все хорошо, все здорово. Но у такого подхода есть свои недостатки. Во-первых, не сохраняется порядок элементов. Для телефонной книги нам это несущественно нужно говорить. Во-вторых, когда у нас мало элементов 3, 5, 10, нам может быть реально быстрее создать список и не уходить это референция. Потому что хэш-функция это тоже какая-то функция и на это вычисление тоже уходит какое-то время. кроме того, есть одна такая очень существенная ключевая проблема, о которой дальше мы будем много говорить. Это то, что одному в одну ячейку массива, так как телефонов много, а массив маленький, может попасть несколько телефонов. Если вы знакомы с таким понятием как принцип диреклея, то для вас это, конечно, в принципе не будет. В принципе диреклея вкратце, что в три клетки нельзя рассадить четырех кроликов так, чтобы в каждой клетке сидел ровно по одному кролику. Точнее, не более, чем по одному кролику. Принцип диреклея. Также есть хэш-функция. Это называется проблемой коллизий. Собственно, здесь мы видим какую-то хэш-таблицу. У нас есть телефонный номер, по которому каким-то определенным образом, каким-то алгоритмом выбирается некоторое значение, куда будет записан этот самый телефонный номер в нашей таблице. Некоторые ячейки могут быть пустыми, никто их не запрещает такими быть. И вот проблема. Видите, мы хотим добавить таблицу новый телефонный номер. И хэш от этого телефонного номера, то есть номер ячейки, который мы положим, он совпадает с ячейкой, которая уже заполнена. Видите? Ну, все просто. Это называется проблема коллизий в хэш-таблице. это такая очень важная проблема и существует несколько различных методов ее решения. Собственно, рассмотрим два отличающихся очень существенных. Это метод цепочек, он уже закрытая адресация и открытая адресация. Что такое закрытая адресация? Ну, давайте мы в каждой ячейке будем хранить не само значение таблицы, а некоторый список значений, которые попали в эту самую ячейку. То есть у нас получается такой массив списков. Эти списки получаются достаточно короткими. Ну, если у нас хэш-пункция нормальная, конечно. Что такое нормальная хэш-пункция? Какие хэш-пункции бывают какие-то. Мы заберем чуть попозже. Но если хэш-пункция нормальная, то в каждую ячейку попадет примерно одинаковое количество телефонных номеров, и это количество будет не менее таким уж большим. Собственно, при нормальной организации таблице. Из списка мы можем легко удалять телевет. Это удобно. И сложность поиска будет приближаться к единице плюс альфа, где альфа это коэффициент заполнительной таблицы. Что такое коэффициент заполнительной таблицы? Это такое довольно существенное понятие. Оно значит сколько отношения, количество элементов, которые мы положили в эту таблицу, к размеру таблицы. Собственно, компетент заполненности может быть меньше единицы, когда мы положили в таблицу меньше элементов, чем в ней возможно, то есть когда мы составим пустые ячейки. Компетент заполненности может быть равней единицы, когда мы заполнили все ячейки. Компетент заполненности хэштаблицы может быть больше единицы. Это когда мы в маленькую хэштаблицу начинаем складывать гораздо больше данных, чем в нее помещается. Тогда возникает много хэштаблицы и коэффициент заполненности больше единицы. Собственно, при большом коэффициент заполненности следует таблицу перестраивать, чтобы коэффициент заполненности уменьшить. Ну, это тоже в принципе не так ужло. Давайте рассмотрим такую картинку, которая показывает. Видите, у нас есть хэштаблица представляет из себя массив списков. В списках хранятся все элементы, которые имеют соответствующий хэштаблиц. Хэштаблиц это вот это значение первой отталок таблицы. Все элементы, которые имеют одинаковый хэштаблиц, помещаются в одинаковые списки. Пятый метод закрытой адресации. Довольно простой. В принципе, с ним мы в основном работаем и будем. Следующий метод это открытая адресация. Последовательность. Давайте мы составим хэштаблицу некоторой фиксированной длины. коэффициент заполненности такой хэштаблицы будет всегда меньше или равен единицы. То есть у нас всегда будет меньше значений, ячеек. И мы скажем, что больше данных в эту хэштаблицу мы положить не можем. Да? Но тогда вопрос. У нас все равно возникнет ситуация, когда в некоторую ячейку мы положим второе значение. Что делать в этом случае? Мы не можем положить второе значение в ту же самую ячейку. Давайте положим следующую ячейку. Все просто. Положили в следующую ячейку, но теперь у нас пришли данные, которые должны лежать в той ячейке. Давайте мы найдем ближайшую пустую ячейку и положим туда наше значение. Это, в принципе, и называется открытой адресацией. Возникает вопрос, каким образом искать пустые ячейки в хэштаблице с открытой адресацией. Это определяет последовательность проб. Самая простая последовательность проб, это пробирование. Самое простое пробирование это линейное пробирование. В частности случаи представлен в принципе на вот этом рисунке. То есть у нас есть хэштаблица маленькая, нужно больше, в которой лежат какие-то ячейки, в которой значения 1, 2, 3, 4, 5, как так? Мы пытаемся положить в эту хэш таблицу какие-то данные. Положили данные в нашу ячейку, да? В1. Посчитаем хэш от v1. Он равен 2. Выбираем вторую ячейку, кладем. Следующее значение, которое нам нужно положить, будет... Давайте оно будет v2. v2. Куда положим? Чтобы узнать, куда положить значение v2, давайте посчитаем хэш от v2. Всем на доске. Или крупнее писать, или меньше. И пусть хэш от v2 будет равен пятерке. Это значит, что v2 попадет в пятую ячейку. Запишем. Запишем. v2. Да? Следующее значение, которое мы добавим, по аналогии, будет v3. Хэш от v3 будет равен тройке. Записали. v3. И теперь самое интересное. Мы добавим значение v4. Как думаете, что произойдет? А у нас так получилось, что хэш от v4 будет равен двум. Да? То есть, казалось бы, v4 мы должны положить сюда. Но мы не можем положить сюда v4, так как там лежит уже v1. v3. Куда мы положим? Давайте мы положим в следующую ячейку. Раз в эту не можем. Но следующая тоже занята. Мне лежит v3. Куда будем класть? Ну, а какой у нас выбор, собственно? в следующую ячейку. Положим сюда v4. Пока понятно, что происходит. Окей. В следующую ячейку. Следующее значение, которое будем класть, будет v5. посчитаем от него хэш. И хэш от v5 будет внезапно равен 4. То есть v5 мы должны будем положить сюда. Мы сюда этого сделать не можем. Потому что там уже v4 лежит. Да? То есть, мы в другое сопровождение попали. Давайте класть дальше. Сюда можем? Да тоже не очень. А сюда вполне. Да? Окей. Посчитаем. Теперь давайте решать такую проблему. Нам нужно проверить, есть ли значение v6 в таблице. Что мы будем делать? Чтобы проверить, давайте попытаемся понять, где оно находится. Для этого посчитаем хэш от v6. И он у нас будет равен 7. седьмая ячейка пустая. Видите? То есть, мы можем прямо сразу сказать, что элемента v6 в таблице нету. Удобно? Удобно? Удобно. Ответили на вопрос. Давайте искать еще один элемент, которого в таблице у нас нету. это будет v7. Сразу посчитаем хэш от v7. В принципе, я думаю, все уже поняли. в таблице, который будет равен 5. Значит, смотрите, v7, тут уже у нас негде записать, но, наверное, все их уже зафиксировали. v7, по идее, должна попасть сюда. Давайте проверим. Это v7? Не похоже. Ну, значит, нет. Давайте искать дальше. Вот этого v7 тоже не похоже. Давайте искать дальше. Ну, то есть, если значение v7 есть в таблице, то оно попало либо в эту ячейку, либо куда-то в следующую. Это понятно. И вот мы нашли седьмую ячейку, которая пустая. Можем ли мы теперь ответить на вопрос, есть ли v7 в таблице? Ну да, можем. Потому что мы ячейки заполняли подряд. И если вы дошли до пустой ячейки, значит, v7 нам все еще не встретился. Значит, мы его в таблице не записали. И вот на вот этом вот этапе мы можем ответить, что v7 в таблице нету. Окей. Теперь у нас таблица какая-то вот такая вот большая, размером аж целых n. В ней лежат элементы, вот последняя в руку, таблица все заполнена. Мы начинаем искать элемент, допустим, тот же v7. Ну, не имеется, необходимо его найти. Его там все еще нет. Мы добежали до конца таблицы. Что делать? На самом деле переходить в начало и бежать дальше. То есть порядок обхода в эту сторону. Потом здесь вот, значит, у нас такой вот портал, куда это все входит. И вот отсюда порядок обхода выходит. Собственно, если вся таблица заполнена, то есть коэффициент альпа, коэффициент заполненности равен единице, то элемент, ну, проверить наличие элементов таблицы мы можем за... Ну, то есть когда мы пройдем в цикле по всей таблице и посмотрим, что элемента там нету, но мы тогда уже точно можем сказать, что элемент действительно не существует. Нечего испытаться. Окей. Это самое простое пробирование линейное. Следующее, что мы хотим, значит, сделать с формированием. Давайте мы возьмем коэффициент стрига. Вот здесь будет V1. Сюда мы будем добавлять V3. V3, V4. V4 мы сюда будем добавлять. И будем искать следующую пустую ячейку не вот здесь, а с некоторым сдвигом K. То есть не следующую, а какую-то дальше со сдвигом K. В принципе, это нам как-то может помочь организовать нашу таблицу таким образом, чтобы комиссии было поменьше. То есть если у нас плотность примерно одинаковая, то готовый сдвиг на K будет лучше. Собственно, это линейное пробивание. Формула в общем виде написана на доске. Следующее, это квадратичное пробивание. Идея примерно следующая. Давайте мы будем следующий элемент искать вот здесь, со сдвигом в единицу. Следующий элемент будем искать здесь, со сдвигом в четверку. Следующий элемент будем искать еще ниже, со сдвигом в девятку. То есть каждый раз увеличивает на квадрат. При каких-то организациях хэштаблиции это тоже поможет избежать коллизий. А коллизии это то, что мы больше всего боимся с хэштаблицией. Но в случае с линейным пробированием у нас... Ну, с линейным, с квадратичным, с таким вот пробированием. У нас все еще вероятность коллизии будет довольно большой. Как понизить вероятность коллизии? Метод, который используется... Много где же используется. В SQL базах данных... В общем, распространено. Это двойное хэширование, double hash. Здесь вместо одной хэш-функции, h1, мы используем две хэш-функции, h1 и h2. И давайте добавлять также элемент, h1, h1 от v4. Будет равен двойке, да? Ну, так как мы уже договорились, что коллизия будет вот этому. Следующий вопрос. Если коллизия возникла, куда поместить этот элемент? А давайте для того, чтобы узнать, куда поместить этот элемент? То есть с каким сдвигом? В какой вот здесь будет сдвиг K? Вот этот вот. мы вычислили вторую пункцию, h2 от v4, и пусть она будет равна 3. Это значит, что если возникла коллизия с элементом v4, да? Если он попал в ту ячейку, которая уже занята, то мы его положим в ячейку K плюс 1, K плюс 2, K плюс 3. Вот сюда. То есть общая формула, она, в принципе, на доске написана. Это h1 плюс n умножить на h2. Вот такая последовательность. Искать будем точно так же. Но, с одной стороны, кажется, что это какой-то сложный и странный метод. С другой стороны, это один из самых часто используемых методов реализации коллизий. И если h1 и h2 выбрать каким-то определенным правильным образом, не будем говорить каким-то, ну, просто правильно, то вероятность коллизии будет минимальна. Почему? Ну, по сути, потому что сложнее угадать... сложнее найти одинаковые значения двух пунктов. Сложней, чем диагноз. Поэтому двойное реширование часто применяется на практике. Ну, теперь настало время самого интересного. Мы тут много говорили. Хэш-функция, 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 хэш-функция. Вот. Давайте поговорим, что же такое хэш-функция. Я же говорил, что, значит, будем выбирать. Что такое хэш-функция? В принципе, хэширование. Определение. Хэширование – это преобразование массива входных данных произвольной длины в битовую строку фиксированной длины, выполняемая некоторым алгоритмом. Хэш-функция – это тот самый алгоритм, который выполняет преобразование наших произвольных данных к данным фиксированной длины. А результатом выполнения этого алгоритма является хэш. Он же хэш-фод, хэш-сумма. В принципе, понятно. Давайте немножечко в такие страшные идеи подъедем. Пусть у нас есть некоторое пространство x. Это, собственно, пространство наших входных данных. И нам нужно построить некоторое преобразование, которое переводит элемент из пространства x, пространства входных данных, в некоторое пространство y, пространство хэшей. Наверное, значит… Хотя нет, это не должно быть так сложно для понимания. Мотаж уже был. Собственно, хэш-функция – это и есть вот это самое преобразование. Какое оно должно быть? Ну, первое свойство, которое я даже не стал писать для хэш-функции – это детерминированность. Что такое детерминированность? Для одинаковых входных данных ответ должен быть одинаковым. Если функция будет выдавать каждый раз что-то разное, ну, так себе эта функция работает по-моему. Как бы мы не можем по ней проверять. Если у нас V4 один раз попадет сюда, во вторую ячейку, а в следующий раз попадет в пятую ячейку, то как мы проверим, попал его сюда? Какие еще и свойства конкретного хэш-функции? Результат выполнения хэш-функции – он имеет фиксированную длину битовую. Зачем это нужно? Ну, мы говорили про хэш-таблицы. В хэш-таблицах есть некоторый диапазон ключей. Диапазон ключей – это диапазон некоторых чисел. Количество этих чисел, оно, в принципе, конечно. Поэтому нам нужно такое отображение, которое переводит наше значение именно в этот диапазон. А если диапазон чисел конечных, то можно определить, какая наибольшая разрядность есть у этого числа. То есть если у нас будут числа 0, 3, 72, 42 и 666, то путем дописывания незначащих нулей ко всем этим числам мы их все переводим к одному разряду. Это понятно. Собственно, поэтому выход имеет свежую длину. Плюс это применяется в некоторых других алгоритмах, для которых используется хэш. Поговорим чуть-чуть позже. Следующий – лавинный эффект. Эффект, который для хэш-функций достаточно существенный. Что это означает? Это означает, что когда мы совсем чуть-чуть меняем наши входные данные, значение хэш-функции изменяется существенно. То есть не может возникнуть ситуации, когда мы на один бит поменяли наши входные данные и значение хэш-функции практически не поменялось. У таких хэш-функций будет много коллизий, потому что вдруг у нас данные все будут одинаковые практически. Вдруг это будут телефонные эмбира, в которых реально изменяются не так уж много цифр. Которые все принадлежат достаточно узкому диапазону. И что у нас все хэш-функции будут одинаковые, распределение будет неравномерным? Такого надо избегать. Для этого используется как раз модельные эмбира хэш-функции. Дальше. Нет взаимно однозначного соответствия между входными данными и ответами. Но это, в принципе, можно видеть здесь. То есть у нас некоторые входные данные преобразуются к одинаковым значениям хэш-функции. Ну и, опять же, вспоминая принцип Дерехле, на вход мы можем подавать что угодно. То есть какое-то бесконечное, вообще даже говоря, нещерное количество входных данных мы можем подавать на вход. Но на выходе, результатом выполнения хэш-функции, должно быть некоторое значение из заданного диапазона. Представлено определенным количеством... Соответственно, мы не можем однозначно отобразить пространство какое-нибудь... Ну, пусть даже счетное, но бесконечное, в какое-то конечное. Ну, просто не бывает. Какие есть еще ключевые свойства для некоторых хэш-функций? Ну, то есть хэш-функции бывают разные. Первое свойство — это вычислительная сложность. Есть задачи, например, те же самые базы данных логинов паролей, там, или базы данных, как не знаю, фильмов, где у нас скорость поиска будет критичная. Это понятно. Соответственно, для того, чтобы скорость поиска была достаточно большой, нужно, чтобы хэш-функция вычислялась быстро. Мы такие абстрактные понятия говорим. Большая скорость быстро вычисляется. Ну, в азматических, конечно, можно выразить, но чтобы скорость вычисления была довольно быстрая. Разрядность. Опять же, для разных хэш-таблиц могут применяться разные хэш-функции. И, например, давайте рассмотрим ситуацию. Есть хэш-функция h, которая преобразует некоторое пространство х в целое число в диапазоне от 0 до 255. Воскребительная, да? Воскребительная функция. А теперь нам нужно хранить в хэш-таблице 10 миллионов значений. Даже если распределение их значений будет равномерным, то в каждую ячейку попадет огромное количество значений, потому что хэш-функция отображает очень узкое множество. Соответственно, разрядность важна. То есть, если мы строим большие хэш-таблицы, нужны хэш-функции с большой разрядностью. И следующее свойство, которое для хэш-функции тоже очень важно, это крепостойкость. Хэш-функции, они применяются не только в организации хэш-таблиц, но, например, в хранении баз данных паролей. Хранятся на самом деле не сами пароли, иначе утечка баз данных привела бы к симу персональных данных, а хранятся хэши от паролей. То есть результаты выполнения некоторой хэш-функции неизвестной к паролю. Собственно, чтобы нельзя было залогиниться в систему под чужим менеджем, чтобы не происходило утечи данных, ну, нужно, соответственно, чтобы хэш-функция была криптостойкой, чтобы очень сложно было найти у такой хэш-функции коллизию, чтобы такая хэш-функция не восстанавливалась обратно, чтобы нельзя было по значению хэш-функции получить исходный пароль. Так что это тоже очень важный смысл. Кроме того, хэш-функции... Давайте поговорим о хорошей хэш-функции. У хорошей хэш-функции будет количество коллизий минимальное возможное. То есть не будет такого, что... Давайте вот определим такую хэш-функцию. х от х, которое возвращает значение число в диапазоне от 0 до 955. И давайте это х от х будет возвращать 42. И получается, что для любых контактных данных, если наша пункция возвращает 42, то из всей хэш-таблицы нашей, которую мы построили, все значения, которые могут быть, они попадут в одну ячейку. То есть будет такая вот таблица. Вот здесь будет ничего. Вот здесь будет ничего. Вот здесь будет ничего. Здесь будет 42, где лежат все значения, которые вообще возможны. все миллион пользователей, которые в нашей системе зарегистрированы. Чтобы масштабы трагедии были понятны. Вот здесь будет 41, где лежит ничего. Тут будет 43, где тоже лежит ничего. И далее до конца таблицы будет лежать ничего. Плохая хэш-таблица, плохая хэш-функция. Не нужна такая хэш-функция, выкидываем ее. Равноверное распределение ответов. Опять же туда же. И быстрое вычисление. Это значит, что мы можем написать какую-нибудь хэш-функцию, которая будет очень хорошо работать, как-то делать что-то, значит, будет равномерной, будет без коллизий, но при этом считаться будет полгода. И все преимущества по скорости поиска, которые мы хотели получить от хэш-таблицы, мы мгновенно теряем. Ну, просто потому что. И раскладывается понятие идеальной хэш-функции. Идеальная хэш-функция, это которая отображает каждый ключ из набора S, некоторого набора хэш-дантов, возможно, во множество целых чисел, без коллизий. Вот такая хэш-функция будет идеальной. Как из идеальной хэш-функции получить какую-то реальную? Ну, а в этом чуть дальше. Ну, еще раз поговорим про применение хэш-функции. Ну, мы уже поговорим про такую структуру данных, как хэш-таблица. Собственно, то, зачем мы здесь сегодня собрались. Это применяется для хранения данных, для поиска данных очень быстро. Все базы данных используют хэш-таблицы удобно. Кроме того, хэш-функции используются, например, в компьютерной графике. Тут немножечко надвигаются другие требования хэш-функции. Например, здесь как раз достаточно важно, чтобы для близких значений хэши были довольно похожи. Таким образом можно, например, проверить, лежат ли точки некоторого множества в пространстве близко друг к другу. Мы вычисляем от них хэши и получаем какое-то значение. Дальше. Контрольные суммы. Контрольные суммы используются везде. Вы скачиваете файл с торрента, и вы хотите проверить, а тот ли файл мы скачали, тот ли, который задумал app. Для этого пишется... Когда вы готовите некоторое, или у создателей файла вы посчитаете некоторую хэш-функцию, контрольную сумму. И если ваш скачанный файл, от которого вы сами посчитаете хэш-функцию, отличается от исходного, то значение хэш-функции будет существенно отличаться как раз из лавидного эффекта. Даже если мы поменяем один бит, то из лавидного хэш-функция будет существенно отличное значение. То есть проверка целостности данных. Используется передача файлов, протокол TCP и так далее. Информационная безопасность. Опять же, хранение баз данных паролей, электронные подписи и все остальное. Это все использование хэш-функций. Давайте рассмотрим какие-то конкретные примеры хэш-функций, которые вам, наверное, придется писать на семинарах. Первая хэш-функция, о которой поговорим, это, собственно, остаток отделения. Самое простое, что можно придумать. Ну, давайте мы возьмем... Мы будем считать, что все наши данные, которые нахрекуют, числовые. Если данные не числовые, то их можно преобразовать числовыми. В конце концов, в компьютере они все числа хранятся. И никак иначе. Давайте мы возьмем остаток отделения наших входных данных на какое-то определенное число. Ну, на размер, на разрядность. Какие проблемы? Этот алгоритм не кретостойный. Ну, сразу понятно. Если у нас есть некоторое значение, пусть у нас есть некоторое х, значение х-функции h равно x, где n некоторая константа, да? Тогда смотрите. Если я знаю n, а n можно подобрать, то x плюс n mod n равен, ну, то есть h от x плюс n, по сути, да? равно h от x. Опа, я накопал лизер, да? Сразу. То есть я очень легко могу взломать этот алгоритм. Вот почему он не кретостойный. Кроме того, отсутствует лавинный эффект. Ну, смотрите. Пусть у нас входные данные x. Я изменю входные данные, добавлю в них единичку. Здесь у нас h от x. Значит, тогда h от x плюс 1. Скорее всего, так. Если я добавляю в ксу единичку, там, изменяю на один вид, то значение функции изменяется очень незначительно. Ну, что не очень хорошо, в принципе. Да? Мы уже говорили, что лавинный эффект, все дела. Контрольной суммы из такой функции не построишь. Ну, и кроме того, при некоторых размерах h таблиц, при некоторых размерах n коллизии будет реально слишком много. Ну, просто потому что входные данные, которые мы передаем, они на самом деле распределены неравномерно, а имеют какое-то другое распределение. Реально. Потому что это реально. Потому что это реально. Следующая х-функция по сложности, это поэлемиальный х. Как считать? Давайте возьмем х какое-то конкретное. х 1 5 Ну, в принципе, формула у вас на доске, какой-то способ добавить мобильного эффекта к предыдущему. То есть это из того же класса, она очень похожа, но мы пытаемся добавить мобильный эффект. Давайте запишем такой полинок. Вот это вот будут у нас коэффициенты. 5К квадрат плюс 7К плюс 6, где К входит в число. Собственно, это можно посчитать. Это получается 20 плюс 14 плюс 6, 40. Если мы что-нибудь изменим, здесь не 7, а 6, чуть-чуть изменим, то значение х-функции изменится довольно существенно. Ну, потом еще остаток отделения. В общем, пытаемся добавить ламинного эффекта. Но этот хэш, опять же, не криптостойкий, потому что... Ну, а что его взламывать? Давай-ка. И все. И опять же, при некоторых N хэши будет очень много у хэшов. Следующими хэшей, которые просмотрим, это Ксор хэширов. Кто? Не помним, что такое операция Ксор, побитая. Поднимите руку. Окей. Значит, такие есть. Говорить об этом придется. Ксор мелочь, побольше. Сложение по модулю 2. Все понимают, что я делаю? Кто не понимает, что я делаю? Таких у малая. Смотрите. Если у нас значения одинаковые, мы поставим 0. Если у нас значения разные, мы поставим 1. Называйте сключающее или, он же Ксор, он же сложение по модулю 2. Давайте складывать два числа по модулю 2. Давайте складываем два числа по модулю 2. 1 плюс 1. 1 плюс 1. 1 плюс 1. 0. 0 плюс 0. 0. 1 плюс 0. 1. 1 плюс 1. 0. 1 плюс 1. Вот это. Вот эта штука называется Ксор сумма. Вот давайте мы возьмем, поделим нашу входную последовательность на какие-нибудь одинаковые кусочки, нужны нам длины. То есть уходная последовательность битов, которые мы хотим захешировать, будет там, битовой записи. Какая бы такая битовая записка. Давайте нарежем на кусочки одинаковые длины, допишем ноликом, чтобы нам хорошо было. И вот со всеми вот этими кусочками произведем ксорсумку. Ну, в принципе, неплохой алгоритм хеширования. Опять же, не криптостойкий, но все-таки какой-то. И опять же, у него нет лагиновой пик. Но, тем не менее, этот алгоритм хорошо применяется, потому что такую операцию легко применять к каким-нибудь строкам. Ну, действительно. Строки состоят из символов. Символ представляет из себя некоторое определенное заданное количество битов. Можно взять по символам, сделать битовое представление, просумевать. Как считать хеши от строк? Практическое руководство. Вот. Следующий алгоритм хеширования уже более сложный, более интересный. Это называется цифлический добавочный код. Это остаток отделения некоторого полинома на тестовый полином. Этот алгоритм чаще всего используется для подсчета хешсум, вот тех самых, которые, когда я прицелился из пайлов, используется CRC-8, CRC-16, CRC-32, CRC-64. Ну, то есть, разная битность хешей. Битность хеша – это сколько символов, ну, сколько битовых знаков будет в хеше. Этот алгоритм является не криптостойким, но, тем не менее, он удобно считается, что плюс для алгоритмов. У нас все алгоритмы были не криптостойкими. Давайте поговорим, какие же есть криптостойкие алгоритмы. Ну, как криптостойкие? Вот. В принципе, видно, как криптостойкие. МД-4 и расширение его МД-5 – то, что используется чаще всего. Вот вы заходите на торрент-трекер, и там МД-5 хеш везде. На всех торрент-трекерах, на всех базах данных, вот если вы скачиваете какую-нибудь базу данных, не знаю, МРТ изображений, к ней обязательно идет МД-5 хеш, чтобы вы могли проверить, что скачали вы именно то, именно в том объеме, и именно нормально. Это было изначально в земельских криптостойких алгоритмов, но в 2007 году их взломали атакой, ну, это Д-5, конкретно, который не уничтожился к криптостойке, взломали атакой Тодолира. Вот. Есть такая. Сейчас используются алгоритмы семейства Ша. Если вы хотите алгоритмы, Ша-1 алгоритм тоже был взломан. Изначально был алгоритм Ша-0, но авторы алгоритма нашли в нем ошибку, уже после релиза не отозвали. Мы ошибку исправили, сделали алгоритм Ша-1, потом на основе него сделали алгоритм Ша-2, сейчас он взломан, и сейчас используется смейство алгоритмов Ша-3. Ну, смотрите, тема лекции у нас была хеш-таблица. Я рассказал про хеши, я рассказал про хеш-таблицы в теории. Чего не хватает? Ну, давайте просто написать хеш-таблицу уже. Чтобы написать хеш-таблицу, нам нужно выполнить следующее. Во-первых, нам нужно посчитать хеш. Здесь я использую некоторую вариацию полиномиального хеша, как его считать, в принципе, на слайде видно. Довольно просто. То есть мы берем данные, мы берем каждый пить данных, умножаем на какое-то значение, берем по модулю 2 в 32. У нас будет хеш-таблица. Да? Это понятно. Теперь давайте выбирать, какую хеш-таблицу будем писать. Ну, собственно, у нас есть два варианта. Есть хеш-таблица с открытой адресацией и хеш-таблица с открытой адресацией. Хеш-таблица с открытой адресацией, они чуть-чуть посложнее в плане написания, поэтому это будет, соответственно, наверное, задание на дом. А хеш-таблица с закрытой адресацией, она простая, мы ее сейчас быстренько напишем. Что нам нужно для хеш-таблицы с закрытой адресацией? Для хеш-таблицы с закрытой адресацией напомню, это вот это. Молодец к списке. Собственно, для хеш-таблицы с закрытой адресацией нам пригодится знание списков. И для того, чтобы не мучиться и не страдать, реализацию списка в виде класса, классы вы тоже знаете, мы теперь объектно ориентированы у нас, реализация списка в виде класса я представил на этом слайде. Ну, в принципе, простой. Я здесь не стал реализовывать удаление, реализовал только добавление, некоторые элементы и поиски. Собственно, все, что нам нужно, вот в хеш-таблице. И теперь на основе списка нам нужно реализовать хеш-таблицу. Что тут происходит? Вначале мы создаем некоторую таблицу. Это будет у нас бетоновский массив. Тот самый, который управляет на скобочках. На самом деле, это не массив, и не зря он сам называется списком. Но оставим это за скобочками. Устанавливаем его размер. Размер его будет 256. У нас будет 8-битный хеш, который мы будем использовать. Тут был почему-то 30-битный хеш, но как бы заменяем 32 на 8 и получаем 8-битный хеш. Это значит, все очень легко. Дальше. Что будем дальше делать? Дальше реализовываем операцию добавления. При операции добавления что происходит? Когда нам нужно добавить новый элемент. table нет, пятерочка, да? Что при этом происходит? При этом мы считаем хеш от этого элемента и определяем, в какую ячейку его надо добавить, да? Концепция хеш-таблист. Тут пока все хорошо, тут пока все нормально. Считаем хеш от пятерочки. Он будет равен, пусть будет двойки. Значит, мы будем добавлять по второму. Что дальше идет? Ну, здесь в двойке у нас лежит список. Ну, мы берем, дописываем нашу пятерочку на конец списка. Закрытая адресация. Все хорошо, да? В поиске. Как мы ищем? Чтобы искать хеш-таблицы, нам, опять же, не нужно прибегать по всей хеш-таблице. Если мы будем искать ту же пятерочку, то мы будем знать, что хеш от пятерочки это двойка, поэтому искать нужно ее не вот здесь вот, а только вот среди вот этих фондов. Поэтому мы можем найти ее в коротком списке. Ну, давайте, чтобы не быть голословным, я написал какую-то хеш-таблицу, какой-то, значит, список. Давайте сравним производительность. Докажем, что хеш-таблица быстрее. Давайте будем добавлять в хеш-таблицу 10 тысяч случайных элементов. Смотрите. Мы будем сравнивать две такие структуры данных, как список и хеш-таблица. Мы помним, что в списке сложность поиска O от M, в хеш-таблице закрытой адресацией сложность поиска O от 1 плюс alpha, где alpha закончилась. У нас что получается? У нас мы ищем все равно в списке, но список у нас получается гораздо более короткий, чем это было изначально. Видим бетчмарки. Для списка выполнение, добавление 10 тысяч элементов занимает 4,77 секунды. Да? А для хеш-таблицы 88 миллисекунд. Видите, насколько хеш-таблица, даже вот так вот написанное ногами на коленке работает быстрее, чем обычный список. Так же написано ногами на коленке. Но список он и есть список. Окей. Добавление элементов это добавление элементов. Это не то, что нам нужно. Вот хеш-таблица. Не то, зачем мы здесь собрались. А собрались мы здесь для того, чтобы искать элемент. Давайте попробуем найти элемент, которого в хеш-таблице нет. Почему будем искать именно такой элемент? Ну, на самом деле, все просто. В хеш-таблице в списке мы добавляем одинаковый элемент. Смотрите. В хеш-таблице мы можем учитывать хеш и проверить список, есть ли этот элемент. В списке, когда мы будем проверять в одном большом списке, есть ли этот элемент. Чтобы убедиться, что его действительно нет, нам нужно пробежать целиком по всему списку. Да? Поэтому вот такой вот первый ручок у нас поиск элементов, которого ни в списке и в хеш-таблице нет. Но, собственно, смотрите. Поиск элемента в списке занимает одну миллисекунду. Поиск элементов в хеш-таблице занимает практически ничего. Ну, 0 наносекунд. То есть компьютер даже не смог определить, как быстро это получилось. усложнить. Давайте тысячу случайных элементов. Вот, совсем случайных. Смотрите, для списка это все хозяйство заняло 980 миллисекунд. Для хеш-таблицы 17 миллисекунд. Ну, разница на порядок она видна сразу. хеш-таблицу. Окей. Вот, среди случайных элементов могли быть элементы, которые есть в хеш-таблице и в которых нету в хеш-таблице и в списке. Соответственно, для поиска в списке таких элементов приходилось целиком пробегать весь список. Да? но давайте подумаем, а может быть список на самом деле работает быстрее, когда мы ищем элементы, которые в нем есть. Может такое быть предположение. Кто за? Кто против? Остальные воздержались? Ну, смотрите. вот поиск тысячи элементов, которые гарантированно есть в списке в хеш-таблице. Просто я их брал из того массива, который я сначала генерировал при заполнении. То есть они просто есть гарантирован. Поиск в списке занимает 563 миллисекунды, поиск в хеш-таблице занимает 9 миллисекунд. Какая разница? С того, два порядка. окей. Ну, в заключение хотелось бы сказать, что ну, да, конечно, хеш-таблицу можно писать руками. В принципе, все можно писать руками. Можно всякие нейросетис можно руками писать и символные вычисления. Вот. Это очень интересно. Я рекомендую брать это как проекты. вот для тех, кто еще не определился. Вот. Наверное, хеш-таблицы где-то уже написаны даже в питоне. Действительно, написано. в питоне как раз есть два типа данных, которые есть из коробки, которые даже портировать не надо. Поставляются вместе с питоном. Хеш-таблицы это словари, дикт и множество сет. Вы с ними работали на первой лабораторной работе в этом семействе. Кто-то к нему, конечно, добрался. Собственно, дикт это ассоциативный массив. Хранит пары ключей и значений. У нас есть быстрый поиск принадлежности элемента к дикту по ключу. Собственно, тот, который в парах в скобочках реализован. и этот самый быстрый поиск как раз использует концепцию хеш-таблицы. Множество сет поддерживают операцию пересечения объединения и так далее. И также позволяют очень быстро определить есть ли некоторый элемент в данном множестве. Это делается собственно путем вычисления хеша.